Война, голод и вера в то, что небо над головой однажды станет ясным, как прежде. Вместе с солдатами на фронте, рабочими в тылу, в строй встала песня. Она во многом помогла выстоять против врага и победить. В репертуаре солиста Государственного академического театра Евгения Печенкина сотни музыкальных композиций. Но особую любовь артист питает к творчеству времен Великой Отечественной. Каждая эмоция, переданная в такой стилистике, искренно, неподдельно. И пели ведь преимущественно о добром и светлом. Фронтовые бригады собирались и ехали на передовую, несмотря ни на что. И, конечно же, поднимали тем самым дух солдата, потому что, а что видели солдаты? Смерть. Для того, чтобы научиться петь такие произведения, совсем не обязательно быть профессиональным вокалистом. Целые поколения наших соотечественников полюбили фронтовые песни благодаря фильмам послевоенного времени. Раскудрявый, клен зеленый, лист резной, Я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, Раскудрявый резной. Авторская или народная, неважно. Вклад фронтовой песни в наше прошлое, настоящее и будущее. С годами не угас. Всероссийская акция «Окно Победы» призвана напомнить об этом современному поколению. 9 мая в полдень всем желающим предлагается выйти на балкон из своих квартир или подойти к открытому окну и... Исполнить песню Давида Тухманова «День Победы». Итак, Евгений, вы готовы? Я всегда готов. Давайте тогда начнем. День Победы, как он был от нас далек, Как в костре потухшим таял галек. Наследникам Победы вовсе не обязательно петь одновременно, ноту в ноту. Гораздо важнее, чтобы слова из бессмертных строк поддались настоящему, искреннему порыву души. Стефан Филатов, Алексей Семенов. Утро нового дня.